Изменения, произошедшие в системе социальной поддержки, в этом году коснулись различных категорий граждан. Большой блок полномочий по выплатам теперь передан в пенсионный фонд. Так называемые единовременные пособия по рождению ребенка. Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Это единовременная выплата беременной жене военнослужащего. Если эти пособия уже зарегистрированы в соцзащите, начисления назначаются автоматически, без подачи заявления. Если вы уже подали документы Управления соцзащиты на эти виды пособий, вам уже назначена выплата, и может быть вы даже уже ее получали, если подали раньше, в последний месяц, то ничего делать не нужно. То деньги автоматически будут приходить на заявленные реквизиты. Кроме этого, произошла индексация некоторых выплат. Одинокие пенсионеры старше 65 лет, которые проживают на территории Подмосковья более 10 лет, начали получать доплату к пенсии до уровня 17 тысяч рублей. Также увеличилась региональная социальная доплата к пенсии. Она возросла до уровня 12 тысяч 683 рубля на человек. Со всеми изменениями и размером выплат можно ознакомиться на официальном сайте Управления. Кроме того, для удобства граждан специалисты из органов соцзащиты теперь принимают в МФЦ. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.